Итак, дамы и господа, на ТЭД мы много говорим о лидерстве и о том, как создавать движухи. Давайте менее чем за три минуты посмотрим от начала до конца, как происходит этот процесс, и извлечем из этого урок. Во-первых, как вы знаете, лидер должен обладать мужеством выделяться и подвергаться насмешкам. Но ведь как легко последовать вслед за ним? Вот первый последователь, и он играет решающую роль. Он покажет всем остальным, как следовать за лидером. Обратите внимание, что лидер принимает его как своего, так что теперь речь уже не о лидере. Речь о них, их много. А вот он призывает своих друзей. Если вы заметили, стать первым последователем, значит на самом деле тоже стать лидером, хоть это и меньше ценится. Требуется мужество, чтобы так выделяться из толпы. Первый последователь – это то, что превращает чудака-одиночку в лидера. А вот идет второй последователь. Теперь это не чудак-одиночка, их не двое. Три – это уже толпа, а толпа – значит тут что-то есть. Движуха должна охватывать общество. Важно иметь на виду не только лидера, но и последователей, потому что, как выясняется, новые последователи подражают последователям, а не лидеру. Вот идут еще двое, и сразу же, вслед за ними, еще трое. Теперь накопился импульс, это переломный момент, вот теперь у нас движуха. Обратите внимание, что по мере увеличения толпы, занятие становится менее рискованным, а потому у тех, кто глазели, свесив ноги, больше нет препятствий. Они-то не хотят выделяться, они-то не хотят подвергаться насмешкам, но они смогут стать своими, если вовремя пошевелятся. В течение следующей минуты вы увидите, сколько людей готово раствориться в толпе, потому что со временем их осмеют за то, что не присоединились. Вот, как оказывается, создается движуха, но давайте подытожим выводы. Во-первых, если вы близки по духу, с тем парнем без майки, что танцевал в одиночку, не забывайте, насколько важно принять первых последователей в качестве равных, чтобы было ясно, что это все ради движухи, а не ради вас. Но, возможно, мы не увидели тут главного вывода. Если вы догадались, главный вывод, уловили? Это то, что лидерство превозносит сверх меры. Да, парень без майки был первым, и за это ему воздастся старицей, но чудака-одиночку в лидера превратил на самом деле первый последователь. Если, как говорят наставники, каждый должен быть лидером, так это будет совсем не продуктивно. Если вы действительно хотите создать движуху, имейте смелость присоединиться и продемонстрируйте, как надо присоединяться. И если увидите чудака-одиночку, создающего что-то замечательное, имейте смелость стать первым, кто поднялся и присоединился к нему. А для этого есть такое потрясающее место, как Тед. Спасибо.